Полностью обыскав армейские склады на наличие полезного материала, я направился в бар, где и планирую обосновать свой лагерь. А после в планах двинуть на свалку, знал я там одну нычку с очень хорошим барахлом. Друзья, буду благодарен, если поддержите лайками. Приятного просмотра! Перед началом видоса хочу порекомендовать вам отличный игровой канал. Веселые шутки, пародии, комментарии, ржачный монтаж, стримы и видео выходят минимум 4 раза в неделю. Автор будет рад всем. Давайте поддержим парня подпиской и лайком. В комментарии под его видосом можете написать, что вы от Мануэля. Это что вообще такое? Скажите, пожалуйста, что я сохранился. Я где? Я... Ну, в принципе, я уже знаю, что туда не надо входить, поэтому просто возвращаемся. Здрасте, до свидания. Вот и пообщались. Сверху там тоже нет тайников, то есть вот я чисто забрал. Идем делаем дозиметры, убеждаюсь в том, что у меня нет радиации. Я уже вспомнил, как я раньше играл, и радиация всегда была проблемой. То есть, если ты хапнул, то это ужас, хп кончается. Вот найти бар на минус радиации, вот болванку нашел, это очень круто. Все-таки есть смысл, да, искать артефакты? Все-таки есть. А вообще... А в ДТР вообще есть? Да, минус радиации артефакты. Такой вопрос. Я сколько играл, ни разу не находил. Не, другой вопрос, что я никогда не старался отыгрывать искателя артефактов в ДТР. Я сейчас все очки нашел, так что скрафтим. Все по красоте. Так, а броню по-хорошему починить? Да, можно было бы. Так, что там нужно было? Банк, а не фоли и конденсаторы. Ну, это для налобного фонаря. Или для чего? Для дозиметра. Ну, дозиметр, да, делаем обязательно. А кто курил возле моего ящика? Что там за бычки валяются? Неприлично как-то. В помещении вообще курить? С деревянным полом? Ну, ладно. Здоровье вроде не уменьшается. Да, но радиации, все прекрасно. Так что теперь я немножко лучше отыграл. Хотя бы нет бесконечного дыхания. Но я все равно еще на таком положении не очень приятном. Потому что чуть-чуть я войду в какую-то сейчас зону. И опять начнет хп пожираться. Медленно. Но верно. А у меня нет аптечек. И все это совсем неприятно. Супер, если опять налобный фонарь. Я вот даже не знаю. Пока не очень хочется одевать костюм, чтобы его не сломать. А у нас разве не было ничего для костюмов? Жаль, что тут не как в Энамали. Когда наводишь на оружие, подсвечивается ремнобор. Ну, понятно, это в блин-версии 2018 года. Сейчас у ребят там работа идет. Столько всего интересного делается. И, кстати, я об этом сразу не сказал. Но я после что поставил летний пак. Потому что все-таки лето за окном, да? Плюс антураж, чтобы был. Для дробовиков. Для пистолетов. Все-таки для дробовиков я пока придержу. Может быть попадется многозарядный дробовик. А это уже совсем другой разговор. Что мне там еще может понадобиться? Пинты мне не надо. Дозиметр есть. Детектор хороший есть. Но набор для розжига. Комплект приготовления пищи. Статовые приборы. Пустая канистра. Охотничий набор. Для этого нужен набор для заточки, которого нет. Да и, в принципе, как бы набор для ремонта боевых шлемов. Набор для ремонта брони. Для этого нужен продвинутый швейный набор. Для которого нужен простой швейный набор. Армированный брезентовый лист. Синтетическая ткань. Ну, в принципе, это, кстати, вполне возможно. Потому что простые швейные наборы попадаются. И там уже можно потихоньку вычинить костюмчик. Ну, ладно, пока убираем. Оставляем себе вот такое вот. А, кстати, даже есть комплект для приготовления пищи. Тем не менее, пока все лишнее складываем. А взрывное устройство, я думаю, вообще можно разобрать. Стоп, я его использовал? Я хотел его разобрать. Падают две банки. Но банки тоже лишними не будут. 15 килограмм барахла. У меня еще и 3000 рублей есть. Так, ну и что? Ситуация неутешительная. Патронов мало, но это ладно. Не, вообще... Это что такое? Ну, резко весело потемнело. Ух ты. Подожди, я же тут вроде устанавливал glow stick. Нет, не устанавливал. Давай остановим, пусть светится. В принципе, тут получается... Охренеть, ворона закарпала. Что получается? То, что мне очень повезло с болванкой, я хотел сказать. Я вот не знаю, это рандом или она там всегда попадает. Плюс 7 килограмм, это очень хорошо. Какие-то звуки страшные. Отсюда хотел все забрать и перенести. А что тут полезного? Опять-таки, швейные наборы. Вот это очень полезно. Максимальный вес плюс 3,5. Но тут уже не хватит. Если он, конечно, одну занимает клеточку, то хватит. Ну да. Плюс еще килограммы. Ну а так, с полезным тут. Для пистолетов еще один набор. Продвинутый швейный. А, чистка винтовка. В общем-то, тоже все полезно. Забираем. 33 килограмма. И вот теперь непонятно, дальше идти. Конечно, пока близко, лучше бы сразу вынести. Так, радиация ноль, так что все прекрасно. Вот тут вроде был какой-то ящик. А тут у нас аномалиями сюда делано. Подожди, а что нет? Не, как-то можно? Это что такое? Ну, хп у меня вроде не уменьшилось. Просто что-то пшикнуло. Вот тут бывает тайник. И я очень надеюсь, что мне сейчас повезет. Что-то есть. А птичек никогда не попадается тут. Несправности вагона маленькая тележка. Да, в принципе, как его моего. А зачем-то эти все нужны, кстати, ремком... Руководство. Если в энэмеле они открывают новые чертежи, то тут... Их даже разобрать нельзя. Хотя, может, тоже открывают. Ладно. Лизбрезента. Подожди, я же, получается, броню тоже могу разбирать. Ага, не могу. Кстати, бандитская куртка. Аж 56%. Но ее можно при ремонте снаряжения использовать. Класс. Вышел. В принципе... Ну, в ту сторону это все. Если идти в ту сторону, то мы идем в сторону свалки. Там, в принципе, на блокпосте, конечно, есть ящик, в котором что-то может быть. Ну, а может и не быть с другой стороны. Да и вообще, я уже серьезно так опять-таки понабрал. Надо что-то сбагривать. Это... Ну, не знаю, взрывные устройства мне зачем. Башмаки. Башмаки, да разобрать их. О, из башмаков армированный брезентовый лист. Что там? Что-то можно было из двух листов сделать. Не помню, но что-то полезное. Стоп, а, кстати, палатка-то не попалась. Подожди, а где же я в прошлый раз пал... А где я в прошлый раз взял палатку? В этот раз ее нет. Таблеты, кофеина, просто тьма. Ну и давай поливитаминчики-то кушать. Хоть они и копейки дают, но дают. Сейчас что угодно нужно. Ну, чинить пистолет. А вот неисправности-то я у него никак не вычиню, правильно? Вот этим вот ремонт набором. То есть там уже какой-то отдельный, наверное. Ой, все сложно. Никаких аптечек я скрафтить не могу. Гранатки оставляем. Ну, дымовые я убираю, потому что не совсем понимаю, как они мне могут пригодиться. Ну, может быть, кинуть там под зомби. Допускаю такое. Так, а батарейки-то у меня будут садиться? Я уже не помню, как мне смотреть индикатор заряда. А, вот, все, вспомнил. Дук-то туши, ты че, блин? С фонарем хожу. Включен он просто так. Ну, вообще, как бы неплохо иметь зажигалку, чтобы включать как можно реже фонарь. Кстати, детектор медведь тут. 17 килограмм. Да, в принципе, создание тоже можно убрать. Тогда 12. Что, пойдем все-таки до блокпоста? Напоследок сегодня сходим. Молоток в одну руку, в другую зажигалку. Фонарь выключаем. И без фонаря, конечно, страшно. Ничего не видно, что впереди происходит. Собака выбежит какая-то, и все. Ну, а что делать? Батарейки-то есть, конечно. Ну, сейчас они есть, а их... Собака. Нет, это уже все. Это уже надо дробовичок доставать. В принципе, я тут все обыскал ящики возможные. А, все да не все. Башни есть. Там под лестницей может быть что-то. Ну, раз пошли на дальний блокпост, давай пойдем. Ну, честно побаиваюсь. Скажите, чего побаиваюсь? Что хп? Уменьшится как-то. Я же кушать еще хочу. Ой, кушать прям сильно хочу. Целая гора мертвых собак. Так. Опа. Ух ты. Да тут смотри, набор из рюкзаков прям. Ну, конечно, вот это очень хорошо. Он, по сути, такой же. Дает 22 400. А, или это 22 давал. По-моему, все-таки охотник чуть-чуть побольше. Но он, видишь, разделка мутантов улучшает. А, он заминированный. Подожди, а в нем все уничтожится? Вот это бахнуло. Нет, в нем все прекрасно. Я уже и забыл, что существуют заминированные тайники. Я только сейчас вспомнил, когда он бахнул. Ну, слушай, давай пока тут оставим. И обычно тут трубу рядышком. Давай этот фонарь тушим. Потому что тут, реально, уже еще собаки есть. Да ты что? Да, ох, ох, ох. Вот это дура. Мне бы ремнабор для брони. Я бы вот это чудо починил. Там, смотри, какие защиты очень хорошие. Ну, да, у него низкая удобность. Значит, он медленно бегает. Но зато ты как защищен. Хотя, с другой стороны, да. Да, тут не так уж и много тварей. Кстати, плюс поливитаминки. Разумеется, никаких аптечек. Вот максимально поливитаминка падает. Боевые шлемы для дробовиков. Полный военный блок. Все, тоже заберем обязательно. Еще кушаем поливитаминку, если еще не поели. Эффект уже кончился. Так, ну все-таки до блокпоста надо дойти. О, скелет собаки. Ужас. Зажигалка так плохо освещает. Ты вот не понимаешь, в тяноте тебя уже заметила собака и подкрадывается или нет. Так, ну здесь по-любому ящик есть. Пустой, к сожалению. И вот непонятно. Тут есть крест, где тот в этой стороне он был. Он вроде как обыскивался. Блин, ладно, я лучше включу фонарь. Хотя он уже что-то как-то тухленько светит. Не лучше зажигалки, в общем-то. А лучше мы давай, может... А, я glow stick не взял. А вот я теперь не могу найти крест, который обыскивался. Ага, вот он. А тут что-то радиация. Подожди, подожди, не надо мне радиацию. Ноль, вроде не увеличилось. Да ты что, это, наверное, от машины, да? Все еще ноль. Нам вообще ни капли радиации не надо. Так, тут будет что-то? Не, к сожалению, в общем-то, тут нет тайников в этой части. То есть надо брать оттуда и уходить. А хотя вот тут, может быть, но нет. Ага, как это нет, вон рюкзак. Эх, ну да. Прям по границе аномалии пробежал. В общем, хапаем самое ценное и валим обратно в берлогу. Ой, ой-ой-ой, а это кто? Это зомбарь. А вот его не видно абсолютно. Как мне быть? Ой, до свидания. Давайте вы мимо идите, пожалуйста. Все, тушу свет, зажигаю зажигалку. И с молотком стою, жду. Не, радует, что с хп все нормализовалось. Теперь точно нет никаких проблем. Но это пока, пока, понимаешь? Рано или поздно. Я же войду в радиоактивную зону. Так, тут никого, вроде никого. Аккуратненько. Блин, да я это все не унесу даже. Одна броня весит сколько? 18 килограмм. Опа, и уже 30. Ну пулемет, вы скажете, нафиг он тебе нужен? В принципе, я согласен. Если взять все, то 49, ну раз уж могу унести, давай унесу. Там я сделаю дополнительно несколько нынчик. И там в одну буду оружие прятать, в другую броню. Рюкзачки, верблюж горб, но мне уже его не вариант, наверное, ставить. Ну, конечно, тут болванка и алюминиевые рамки мне сейчас здорово помогают. То есть, благодаря ним я могу сколько переносить? 7 200 и 3 500. То есть, 10 500, 10 577. Если быть точнее уж, могу переносить. Неплохо, правда? А вот этот рюкзак даже можно уже сразу одеть, потому что он лучше. Он на 900 грамм, видишь, больше теперь могу переносить. Но тот был немножко покосан, но я все равно не могу двигать. Ну и что? Ну и могу взять отсюда что-то еще. А тут нужно что-нибудь? Да если честно, может быть это? Это что? Для винтовок 56.1, 56.5. Ну все, остальное в принципе оставляем, ибо я уже с этим не уйду. Тут у нас в нычке, в закутке ничего. Ох, уже все, в носе весь кончается очень сильно. И тут надо как-то аккуратно пройти. Ну в принципе прошел в прошлый раз. И кстати поливитаминчики давай. Ну хоть поливитамин попадается, да, потихоньку хпшка. Регеница. Аккуратно, по границе аномалии. Все, вышел. А, такой рюкзак нельзя устанавливать, смотри. Можно разобрать, что я и сделаю. И что появляется? Вот такие вот ткани, плюс нить синтетическая. Хм, восстановить к сожалению нельзя. Только один я сейчас могу восстановить, поливаю свой рюкзак. Кстати, интересно, что лучше топор или молоток? При ремонте снаряжения, многократное использование. А вот не знаю, мне кажется все-таки молоток. Может быть топором ты доносишь режущий урон, и открывается кровотечение. Тогда как молотком ты наносишь дробящий. Ладно, смотри, тут светится, а вот тут уже не светится. Поэтому я предлагаю тут тоже кинуть игловый стик. Я же его подобрал, подобрал, восстановить. Все, теперь более-менее еще как бы вот тут что-нибудь поставить. А тут тоже темно, стрёмно. И у меня теперь в убежище почти нет темных мест. Даже вот так вот чуть-чуть подвинуть бы. Ладно, нормально. А тут так вообще светло. А вот что-то не пойму, почему светло. Я помню, раньше играл было темно. Может я на другом источнике освещения играл. Так, устанавливаем рюкзак где? Да где-нибудь тут поставим использовать. Тут вообще без разницы, что писать. Напишу снаряжение. И буду туда класть именно оружие и броню. Молотки, вот это все. То есть все, что можно брать в руки или одевать на себя. Значит тогда и рюкзачки тоже. Это все туда. Чтобы тут лежали исключительно патроны, хлам. И то, найду еще ящики. Еще, конечно, буду сортировать. Уже отдельно и патроны положу и так далее. Но пока вот так получается. Вот такое чудо. Сигар снова целая куча. Прям сигарет чересчур много даже, я бы сказал. Все равно никак не использую их. Бер ближе горб. Конечно, красота, но не хватает вместимости моего пояса. А его можно разобрать? Нет, горб разобрать нельзя. Поэтому, похоже, просто я его сейчас уберу и все. А потом, может, более вместительный найду рюкзак. Так, ну пока получается так. Поливитамин тут у меня есть еще. К сожалению, поливитаминов больше нет. Надеюсь, что в ДТР в следующей обнове завезут еще сортировку. Кстати, оно не стакается. А я думал, стакается. Для пистолетов. Так вот, сортировочка. Пригодился бы. Хлам, артефакты, оружие, броня. Так, ну и у меня снаряжение таким образом теперь выглядит. В принципе, вроде ничего не надо было крафтить еще. Насколько я помню. 15 килограмм. Ну что, ребят, готовимся тогда к рывку на другую локацию. А все-таки палатки нет, да? Вот вообще не понял. Вроде сначала, может, я ее из ящика какого-то достал. Так я не понял. Палатка бы очень пригодилась. А, переиграл. И все, палатки нет. Спальный мешок-то можно сделать? Да. И вроде даже у меня все для этого есть. Легкий лист ткани. Два. Брезент один. Брезент у меня должен быть. Брезента нет? Так как так, я же помню, он был. Брезента нет. Нитки-то есть? А нитки где? Ну вот видишь, не помешала бы сортировка. Ну вот нитки. А брезента нет. Вот я был уверен, что есть. А, так вот он. Все, видишь, я уже поехал. Спальный мешок делаем. Странно, что здесь нельзя поспать. Вроде есть кровати, матрасы. Но нет. Делай спальный мешок и спи. Хорошо. Сделал. О, красота. Весь этот, конечно. Вообще слышите звуки? Ну как я сказал, они перестали быть, ясно. Еду, наверное, давай тоже все соберем, чтобы отсортировать ее. Вот немножко хлебушка. Кстати, у-у-у, ту-ту-ту-ту, слушай. Ну вот я могу теперь покушать старый хлеб. У меня есть стальной желудок, который мне поможет легче все это дело перенести. Надеюсь, хэппи от этого не кончается. Раз хлебушек, два хлебушек. Ну а что делать? Если я лягу спать на голодный желудок, тоже ничего хорошего не произойдет. Но я просто пока буду спать, будем думать. Еще больше захочу кушать, и в итоге умру от голода. Ну все, еды-то больше нет. Конечно, можно воду пить. А, вода уже не дает насыщения. Подожди, перед тем, как уходить, я вспомнил, что есть, в принципе, еще одно место тут на локации, в котором может что-то быть. Это, конечно же, башня. Спать я все равно не лягу. Если я лягу, я еще слезы хочу кушать, и это, в принципе, все. Ну да, у меня есть инъекция глюкозы, которая дает насыщение 150 калорий, что, в принципе, неплохо. И еще и плюс в носливость. То есть, как бы, можно, да, ее использовать. Но, опять-таки, ну всего лишь половина у меня в носливости. Да и тут уже, по-моему, рассвет наступать. Если так присмотреться, как-то уже небо какое-то слишком яркое. Время я все равно никак не узнаю, но я думаю, что нормально. Итак, пойдем дойдем до башни. Если уж там ничего не будет, то, скорее всего, уже идем на свалку. На свалке я точно знаю место, где есть аптечка. Также, может, что еще интересное попадется из тайников. А, тут же на крыше еще тайник. Что-то я совсем забыл. По-моему, еще и тут, во дворике, должен быть сейф. Не факт, правда, что там что-то будет, но мало ли. И тут еще есть такое место, но тут никогда тайников не бывает. Опа, радиация, подожди, в смысле? Только что я услышал, как у меня счетчик трещал. Не понял. Итак, под лестницей. Пустой оказался. А вот то, что наверху будет рюкзак, не факт. Это было в ТЧ, а тут совсем все не лежит так же, как в ТЧ. Вроде бы вот тут вот лежал рюкзачок. Сейчас тут ничего нет. Тут у нас электр наверху. Подожди, по-моему, да, еще выше что-то есть. Сейчас посмотрим. Надо как можно больше всего обыскать. Ну, понятно, это в принципе. Моя цель текущая. Так, тут могут быть подарки, да? Могут быть, но их нет. Значит, идем в другом направлении. Кстати, тут тоже довольно безопасное место, если так подумать. Сюда никто точно не заберется. Ни одна гадина. А тут аномалия, что ли? Ты реально? Она в воздухе или она впереди? Понятно. Вообще там вроде как лежал ящичек. А вроде бы как бы и нет. Ух ты, что было? Со всех сторон аномалия. В принципе, попытаться тут пропрыгнуть, но... Опа! Так, я пропрыгнул. Вот он, ящичек. Слушай, я пока к тебе залез, убился. Поэтому я надеюсь, что... Мог не залезать. Тогда слезаем вниз. И вот тут еще тоже должен быть ящичек. Да, там обрезок трубы. Но как я туда залезу безопасно? Безопасно вроде никак не залезть. То есть надо в любом случае разбивать себе ноги. Чтобы что? А, тут все-таки есть что-то. Ну слушай. В принципе, не так уж я их сильно разбил. Тем более я нашел поливитамины. Поэтому давай их кушаем. Все, пошло восстановление. А в рюкзаке тут, в свою очередь, лежит разное. Детербург, ремкомплекты. Галил, убитый в ноль. Ну и опять, как обычно, куча сигарет, чистящих наборов. Не, ну в принципе-то я могу себе скрафтить. Наверное, что-то полезное. О, для боевых шлемов даже тут есть. А ну-ка, могу свою маску починить? Нет, не могу. Ну что тут разглядывать? Просто берем все. Вон даже патроны есть. Кстати, Галил, вы представляете, где такое видно? Чтобы в одном тайнике был ствол и к нему же патроны. Такого, ай, не бывает. Так, ну и что? Во дворике тайник, значит, будем пытаться обыскать. Или как? Можно попытаться, конечно. Но не факт, что что-то получится. Опа, фонарик-то чего моргает? А потому что он садится, скорее всего. Где у нас индикатор зарядки? Вот, да, потихоньку уже все приходит в упадок. Надо будет тратить батареечки. Все, аккуратно на шифте идем. Я примерно помню, как здесь безопасно пройти. Если аномалии не меняли местами. Вот это болт ударяется. Вот это вот, кстати, мне должно обжечь. Но если я иду на контроле? Не знаю, не знаю. Вон еще труба. Труба. О, да. В трубе еще всякого. О, лампа. Лампа очень хорошо освещает. И тут целая куча дроби. Вот это мне вообще повезло. И поливитамины есть. Какая красота, слушай. И антирад. Насколько мне сейчас повезло, антирад выпал из тайника. Где такое видно? Очень хороший тайничок мне сейчас попался. Ну и там еще мелкие патроны. 9-18. Но я уже перегружен. Ну слушай. А, так это фрейзер. Ты представляешь, что это даже не просто МП-5 Кадюк, а фрейзер. А выкинуть-то я ничего и не могу, да, в принципе? Если честно, то как бы да. Случайно выкинул таблетку кофеина. Но я думаю, это неплохо. Меньше спать буду хотеть. Ну что, давай пустые ящики выбрасывать. 54 килограмма. Или я один все-таки могу взять? Все, потихоньку сохраняемся и идем обратно. Взбагривать барахло и возвращаемся обязательно. Теперь надо вообще прям супер аккуратно идти. Видишь, впрямую так уже не пройти. Вот это тоже что-то есть. Опа, а вот тут уже вроде пролетело. Пролетел болт. Вроде как вполне себе спокойно. Я вообще сейчас на ощупь иду. Вот он, сейфик. Скажите, он будет пустой, потому что мне сейчас так повезло. Ну да, это было очевидно. О, видели? Встал, пошел и помер. То есть надо именно на контроле. Значит, все, туда не идем. Но вот там еще, может, что будет в той стороне. В любом случае, я думаю, надо сходить. Ого, меня прям притягивало. Не надо меня притягивать. Проверим, чтобы знать. А еще, вот мне ребята подскали, очень хорошо было бы найти медицинский набор. Потому что можно крафтить себе стимуляторы, восстанавливающие здоровье. Но тут вопрос другой. А что для них понадобится? Наверняка водка. Ну я пока не знаю рецепт крафта, но мне кажется, понадобится водка. Так вот, водки у меня нет от слова абсолютно совсем. И найти ее тоже нереально. Только в каких-то местах пребывания в единичных количествах. Обалдеть, я целый круг навернул. В итоге куда-то пришел. Но по-моему здесь ничего нет. Оттуда же выйти можно, смотри. Туда выходим. Наверняка все-таки я что-то мог пропустить, но ладно. В темноте ориентироваться не очень хорошо получается. О, тут тоже открыт контейнер. Вроде где-то тут еще были какие-то ящики. Ой, не-не-не, подожди, все. Там пошла радиация. Мне вообще ни одной нельзя набирать. Ну все, все, я отошел. Хватит уже чирикать. Я так понял, что радиация тут выводится сама по себе. Либо очень медленно, либо она не выводится. Одной из двух. Так, в этой комнате будет что? Газовый баллон, но он не подбирается. Ну тут такой красивый набор инструментов всех мастей, да? Да, там и тонкая, и грубая калибровка. Но ничего из-за этого не берется. А вот это еще тонкая. Вот эту баку-малду взять, да? Двуручную. И по зомбарям. Было бы весело. Действие поливитаминов кончается. Я использую еще. Кстати, маска получше моей. Надеваем. Во, тушим зажигалочку. Тут уже так, темновато, да? Вот можно вот тут поставить лампу для атмосферности установить. Она вообще прям классно так светит. Но единственное, что мне дико не нравится, это вот эти вот черные линии, которые отходят. Вот типа из-за вот этой, из-за вот этого обрамления, да? Вот эти черные линии, они прям вообще доставляют неприятные ощущения. То есть надо как-то правильно лампу, может быть, поставить, чтобы она... Ну да, хотя бы вот так вот, чтобы темные стороны в стену упирались. Так-то, я надеюсь, это пофиксит в будущем. Ой, дико извиняюсь. Потому что смотрится это очень некрасиво. Ну вот так вот будет светить. В общем, хорошенько я уже осветил свое жилище. Глоустики, лампочки. А тут сам по себе свет есть. Не знаю почему. В прошлом сезоне его не было. Но, скорее всего, в прошлом сезоне я, может, на статике играл. Не помню. Водичка не берется. О, какая башка. Лично мне все равно. Ладно, опять-таки, время не теряем. Сюда мы убираем вот такие вещи. Вот странно, опять-таки, навожу. Вроде подсвечивается патрона, но вот прицел, который я только что снял, не подсвечивается. Вот как это понять? А вот не знаю. Также мне ребята пишут в комментарии, мол, да ты чего? Ходить с СВДшкой, она тяжелая. Но я согласен, что она тяжелая, к ней редкий патрон. Тогда как с дробью намного лучше будет ходить. Но пока, ребята, вот так. Все, убрал. Кучу рюкзаков. Эту тряпку вообще можно разобрать? Маску? Нет, нельзя. Маску тоже сюда. Дальше. Хороший прицел, кстати, попался, да? А вот тут, если нам больше, подсвечивается. А ну-ка, если я уберу его сюда, тоже не подсвечивается. В общем, ладно. Ждем будущую версию. Думаю, там уже многое пофиксит. А сигареты мне зачем нужны-то, по сути? Стимулятор, облегчение, психическое состояние после облучения. Ну, то есть, спорно, что нужны ли они? Я знаю, что если в обычный ДТР убивать много людей, то у тебя со временем начнется психологическая какая-то травма. У тебя будут трястись руки сильнее, и ты можешь покурить, чтобы расслабиться. Насколько я знаю, тут же... Ладно, что у нас тут? Севшие батарейки. На сегодняшний день они дают плюс 14%. Как видите, используем раз, два. Все, маленько подзарядили. Вот эти вот приколы, они в принципе не нужны. Они имеют в одиночной игре ценность. Шкатулка с драгоценностями. Тут же они, как бы да, это все нельзя использовать. В принципе, может уже попробуем какой-нибудь наборчик скрафтить? И вот я подумал, тяжелый костюм, даже если я одену, я же буду очень сильно ограничен в передвижении, поэтому я даже не знаю. Удобность средняя. А вот у меня какая удобность? Средняя тоже. Надо найти костюмы с нормальной удобностью. И не париться с этой защитой, потому что не так уж часто я пересекаюсь с мутантами от зомби, я в принципе спокойно прячусь. То есть тут нет много стрелков, да, чтобы там именно о пылестойкости заботиться. Что эти зомби? Ну тут есть такая вот пластина, которая дает хорошие характеристики, но минус 4 электро. Я думаю, что удобность для меня важнее, чтобы я быстрее передвигался. Выносливость, например. Но мне уже видите, сами некуда ставить. Я не могу убрать болванку, потому что там целых 7 килограмм. Это дает 3,5 килограмма. То есть поэтому я просто убираю в ящик. Ой, на дробь меня, конечно, порадовала. Плотная покрывала. В принципе, в DTR крафт намного легче, чем в том же Энамоле. Но опять-таки, в версии 18-го года тогда и в Энамоле, скорее всего, такого не было. Я уже и не помню. Вот куча всякого этого табака. По 100 грамм каждый весит, да убирает и все. Ну может быть там одну пачку, да, на всякий случай, мало ли что, оставить, конечно. А в целом, мне это не надо. Так, у нас есть большая стойкость к физическим повреждениям. Ага, не понял. Кофеинчик есть, все есть. Энергетиков тут целая куча. Еще один давай возьмем. Еда потихоньку тает. Ну и все. Ну что там осталось? Там один пустой ящик. Я уж, наверное, не буду ради него возвращаться обратно во дворик, да? А вот по поводу батарейки у меня не случайно еще пустых, которые можно использовать. Нет их нет. Но я думаю, что военный блок батарейки с собой стоит взять на всякий пожарный. Только вот теперь попробуй тут найди в этой куче. Вот есть даже севшие. Военный блок тоже берем. Используем севшие. Я помню, даже у меня и обычные были, в принципе. Все. Военный блок он полностью восстанавливает. А, вот они. Хорошие. Давай, наверное, их возьмем тогда. Они весят по 140 грамм. Ничего себе. Военный блок уберем, это оставим. Эти дают 52%, да? Да. Ну и пока все. Я тут смотрю и, в принципе, мне больше вообще не нужен инструменты для тонкой работы. Потому что все, что тут было годного, а именно налобный фонарь, я себе скрафтил. Все, больше надобностей нет. Тут же. Тут самое главное, это, конечно, всякие наборы для ремонта. Верблюжий гору вообще воду очищенную требует. Где бы ее взять? Набор экстренного ремонта брони. Это изолента, что ли? Вот продвинутый швейный набор бы скрафтить. Для этого нужен всего лишь два армированных брезентовых листа. Простой швейный и синтетическая нить. Армированные брезенты у меня есть такие. Швейный и нить. Нити, кстати, очень мало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова